здравствуйте дорогие друзья по независимым от меня обстоятельствам я более 10 суток не мог находиться на связи и не мог с вами встречаться хотя бы таким образом заочно сегодня компенсирую мое отсутствие и в том что я вам хочу рассказать будут два аспекта первый аспект это ознакомительный я поделюсь своими впечатлениями от пребывания в изоляторе в заключении и объясню почему я там оказался на самом деле почему оказался и вторая часть это предупредительно я хочу сделать очень важное сообщение касающиеся безопасности наших сторонников симпатизантов наших имеется ввиду движение перемен ну начну я с того что процитирую знаменитую фразу махатма ганди помните путин еще мечтал с ним поговорить в россии эта фраза правда не очень известно так вот этот великий индус и автор ненасильственного освобождения индии концепции ненасильственного освобождения индии все время сказал что нельзя считать полноценным человеком который не посидел бы не посидел бы в тюрьме то есть не провел бы там какое-то время честно говоря я не думаю что это очень хороший совет особенно имея ввиду русские тюрьмы и это не очень хороший совет даже имея ввиду русские изоляторы которые конечно же гораздо лучше тюрьмы колонии тому подобных мест не столь отдаленны но для политика для человека активиста который борется за правду и справедливость в россии в изоляторе всегда готовое место это если хотите своеобразная аттестация на политическую зрелости гражданскую позицию что в россии без того чтобы не отбыть какой-то срок в изоляторе для политика ну это попросту невозможно я имею ввиду конечно оппозиционных политиков вы понимаете мне пришлось покидать питер и изолятор где находился в обстановке почти конспиративной меня вывезли на машине из внутреннего двора изолятора чтобы я не выходил обычным ходом и почему потому что против меня готовилась провокация и результате этого и провокация должен был снова оказаться сперва в суде потом в изоляторе причем в этот раз против меня было бы возбуждено или как говорят эти люди возбуждено уголовное дело но по счастью нашлись добрые люди в том числе среди офицеров полиции которым это развитие событий категорически не нравилось не только офицерам но офицерам в том числе теперь причинах почему вообще все это произошло две причины значит первое я раскрыл планы и причины досрочного транзита подчеркиваю не только планы но и причины и и один из самых высокопоставленных политиков россии когда принимался вопрос принималось решение прошу прощения на мой счет он в бешенстве почти кричал он нас уже достал но он употребил более сильное выражение но синоним его в привычной для нас лексики достал это первая причина и вторая причина она связана собственно с движением перемен так вот касательно первой причины я понимаю в общем мотивы и логику людей которые приняли решение о моем показательном наказании размышляли о том чтобы это наказание затянулось но я не понимаю никогда не смогу понять логику и мышление исполнителей да я знаю система и системообразующие элементы которые задают ее поведение все остальные элементы системы оказываются лишь винтиками но это в теории в конце концов можно ведь не так рьяно и тщательно выполнять приказы и проявлять хотя бы подобие человеческих качеств вот например в моем случае двое судьи отказались от рассмотрения моего дела и полицейские мне говорили когда дело рассматривалось третий раз а речь шла о судье у которой как бы сказать ее диплома юридическом образовании под сомнением такое сказать что они подобного стыда за свою практику еще не наблюдали характерные замечания правда так вот я помню всех и знаю всех кто принимал решения кто был исполнителем я прекрасно знаю я знаю их имена фамилии да я не сторонник личной мести не был и не стану сторонником личной мести но моя принципиальная позиция простая зло должно быть наказано не просто названо но и наказано ибо если зло не наказано то у добра нет и не будет шанса восторжествовать я прекрасно понимаю что чаще всего на скамье подсудимых в прекрасной россии будущего так и случится оказывается не авторы вдохновители зла и рядовые исполнители инструменты этого зла так вот я хочу сказать исполнителям рядовым помните пожалуйста что у вас риски гораздо больше чем у тех кто отдает приказы причем приказы которые не облачены даже форму бумаги которые не только далеки от закона но и напрямую ему противоречат а вы знаете почему вы будете наказаны по очень простой причине для того чтобы впредь неповадно было людям подобным вам становиться инструментом орудием в руках узла именно поэтому наказывает исполнитель чтобы более никому это не приходило в голову теперь по поводу движения перемен и то что касается предостережения это очень важная часть пожалуйста обратите на него внимание движение довольно быстро успешно развивается не хочу сказать что феноменально но тем не менее на нынешнем российском фоне где почти ничего уже не осталось те люди которые выходят встречаться с друзьями кормить голубей это феномен тем более почти в общем национальных масштабах это насторожило власть и нам стало известно что власть готовит против нас провокации и скажем мое задержание было лишь элементом в этой серии должно было стать лишь элементом первым элементом готовится провокации по бросу дел сети и нового величия вы слышали наверное об этих делах смысл в чем спровоцировать людей на радикальный разговор даже не экстремистки никаком экстремизме речь не шла у нас движение никогда мы сторонники исключительно мирного изменения существующего порядка мирного я бы сказал не насильственного изменения существующего порядка так вот спровоцировать на разговоры которые могут показаться радикальными особенно если ваши фразы записаны и вырваны из контекста и потом представить это как заговор опаснейших карбонариев которых намеренно сотрясти основы в зоне риска в первую очередь оказались наши симпатизанты в москве и в петербурге поэтому я настоятельно вас призываю обратите внимание я призываю я не могу и не имею права приказывать у нас в движении он среди наших симпатизантов и сторонников нет никакого руководства у нас нет никаких четких и не будет организационных структур пожалуйста имейте в виду то что я вам сказал и я вас очень прошу в москве и петербурге в ближайший месяц то есть вот середины декабря да ну со второй половины и до второй половины января по крайней мере не выходить под знаменами перемен если вы участвуете в каких-то уличных акциях до собраниях или просто выходит коллективно погулять давайте назовем это коллективные прогулки пожалуйста не надо не надо символик это это сейчас не к чему это может обернуться против вас пожалуйста имейте это в виду во вторых не поддавайтесь на провоцирующие провокационные призывы обсудить что-то даже не экстремистка еще раз подчеркну а радикально воздерживайтесь именно поэтому мы модерируем наши чаты жестко очень жестко а будем еще жестче пресекая любые поползновения завести разговоры на какую-то сомнительную тему поймите пожалуйста это не ограничение свободы слова это вы не нуждая вынужденное нынешних российских условиях необходимости бы наш приоритет это безопасность наших граждан и те кто нам верит это чрезвычайно важно но имейте ввиду что даже если вы не высказываете социальных сетях в чатах то вы можете высказываться в компании как вам кажется ваших друзей в этой компании могут оказаться люди которые далеко не ваши друзья и которые эти разговоры записывают опять же как было с делом нового величия пожалуйста не поддавайтесь и в компаниях как вам кажется друзей на подобного рода разговоры я далек кстати от шпиономании упаси боже никого мы не собираемся искать хотя в общем в ряде случаев мы знаем о ком говорим ну просто избегайте сомнительных заявлений и сомнительных разговоров третье это очень важно пожалуйста не создавайте никаких внутренних там структур и тем паче никаких документов и не сбрасываетесь если вы там решили организовать коллективное чаепитие тут не надо никаких ведомостей создавать пожалуйста что там один сдал 200 рублей другой 300 я вас очень прошу поверьте вот это все может быть использована опять же как показывает опыт россии последних лет и месяцев может быть использована против вас вы взрослые ответственные люди отнеситесь к тому что сейчас происходит не как к игре а как именно к довольно опасной ситуации через которую нам придется пройти других городах за исключением москвы и питера дело выглядит лучше так что там если вы готовы вы можете как и прежде выходить на прогулки и на встречи с друзьями москве и питере мы будем заниматься тем чем занимаемся и всегда это магитация пропаганда устная в социальных сетях мы попытаемся разработать концепции роликов пропагандистских роликов или даже наверное не пропагандистских разъяснительных роликов и я не хочу вас про напугать хотя наверное могло от моих слов поверить холодком до насчет мер безопасности но еще раз подчеркну безопасность это абсолютный приоритет и еще и потому что было бы крайне скверно и очень обидно угодить за решетку даже там сизо накануне падения режима в следующем году вы увидите как он начнет идти ко дну и начнет идти стремительно и собственно говоря нам предстоит пережить несколько очень тяжелых месяцев и мы их уже начали переживать почему я говорю так уверенно о том что пойдет ко дну пожалуйста об этом вы можете узнать в моей лекции 23 декабря в 20 часов по московскому времени можно будет прийти и послушать меня можно будут подключиться онлайн ссылка на подключение будут содержаться в описании этого ролика и в первом закрепленном коменте под этим роликом я вас приглашаю подключиться к лекции тем паче что гонорар получаю гонорар естественно за эту лекцию до поможет мне оплатить накопившиеся счета накопившиеся за время моего отсутствия в частности оплатить счета за юридическую помощь вообще строится недешево могу вам сказать но адвокатами кстати очень доволен это высшей степени профессиональные специалисты и главное всегда главное как бы нам сейчас не было тяжело а сейчас не просто и будут еще хуже еще тяжелее помните твердо помните и не сомневайтесь победа будет за нами